Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы смотрите первые видео авторынок. Если вы еще до сих пор на нас не подписаны, рекомендуем подписаться на канале. Масса полезного и интересного о том, что касается выбора и покупки поддержанных авто, в том числе обзоры в разных форматах. Ну а если интересует авто в наличии или наши вакансии, все это смотрите по ссылочкам, которые будут в описании. Герой нашего сегодняшнего обзора на российской вторичке не настолько распространен, как предыдущее его поколение, которое по праву можно считать культовыми автомобилями. Перед нами сегодня Honda CR-V, кузов RW, пятая генерация. Пятое поколение Honda CR-V встало на конвейер в 2016 году. Эта машина выпускалась по 2022. При этом ее освежили, проведя через рестайлинг на рубеже 2019-2020 годов. Автомобиль поставлялся на несколько рынков сбыта. Помимо американского, родного, японского, эти машины также продавались и официально в России. На российский рынок эти Honda поставлялись с двумя атмосферными моторами. 2 литра 150 лошадиных сил и 2,4 186 лошадей. В любом случае, сочетались они с вариаторной коробкой передач, и все CR-V этой генерации были полноприводными. На другие рынки машина могла поставляться и с даунсайзинговым полуторалитровым двигателем с турбонаддувом. От модели Civic Accord 190 лошадиных сил и 242 ньютонометра крутящего момента. И также с вариаторной коробкой передач. Сегодня у нас на подъемнике автомобиль 2017 года выпуска. Это дорестайлинг. Автомобиль дилерский. Приобретался он здесь, в России. Машина непривозная. Комплектация Prestige. Максимально возможная. Включающая в себя такую опцию, как дистанционный запуск двигателя с ключа. Под капотом этого автомобиля двигатель 2,4 литра на 186 лошадиных сил. Вариатор 4WD. Родной пробег 129 тысяч километров. Что касается габаритных размеров пятого поколения Honda CR-V, то это автомобиль отнюдь не маленький. Длина кузова этого кроссовера 4 метра 58 сантиметров. Ширина 1,85 метра, а высота 1,68 метра. Колесная база здесь тоже подросла по сравнению с предыдущим кузовом. И теперь составляет 2 метра 66 сантиметров. Снаряженная масса этой Honda 1617 килограмм. А максимально разрешенная 2 тонны 130. Что касается толщины лакокрасочного покрытия на кузове CR-V пятой генерации, то в данном случае разброс показаний в микронах очень небольшой для родной краски. И лежит в диапазоне от 93-95 до 117-120 микрон. Ну а что касается использования легких металлов типа алюминия в конструкции автомобиля, то в данном случае на кузове вы таких кузовных панелей не обнаружите. Весь этот автомобиль полностью из черного металла. Ввиду того, что Honda CR-V пятой генерации идеально подходит на роль единственного семейного кроссовера, в первую очередь будет интересен объем багажного отделения, каталожное значение которого 522 литра. С багажника обзор и начнем. Доступ туда нам открывает снабженная электроприводом массивная пятая дверь. Надо сказать, что погрузочная высота здесь отнюдь небольшая, да и сам бампер относительно короткий, то есть дотянуться в багажник можно не рискуя вымарать брюки. Вооружимся рулеткой и посмотрим, как обстоят дела с линейными размерами багажника. Проем здесь достаточно широкий, его ширина 105 сантиметров. Высота от фальшпола до верхней части проема 91. Расстояние до спинок задних сидений 96 сантиметров. А ширина багажника по самому узкому месту 104. При сложенных спинках задних сидений вы можете возить здесь грузы длиной до 1,80 метра. А узкий длинный груз, который можно просунуть между передними креслами, может иметь длину до 2,5 метров. Так что в плане грузовых возможностей к CR-V пятой генерации вопросов нет. Что касается дополнительных фишек по багажнику этого автомобиля, здесь их не так много. С каждой стороны на боковой панели есть плафон освещения с принудительным выключателем. Ручки складывания соответствующей стороны заднего сидения. Справа в нише у нас занимает место сабвуфер. Ну а под фальшполом располагается запасное колесо в формате докатки. И набор штатного инструмента. Также в багажнике есть подобие органайзера. При помощи вот таких вот пластмассовых панелек вы можете отделить часть багажника с правой стороны и сделать себе небольшой кармашек для мелочевки. Ну а теперь перейдем к салону Honda CR-V пятой генерации. По сравнению с четвертым поколением прогресс здесь налицо, поскольку на мой субъективный взгляд салон четвертой генерации был, мягко говоря, скучноват. В данном автомобиле все поправили. Что касается качества отделочных материалов, верхняя часть приборной панели и верхняя часть дверных карт имитация под кожу. Это мягкий пластик. По низу, естественно, компания сэкономила. Но это общий тренд, объединяющий всех современных автопроизводителей. Первое, что немедленно бросается в глаза, это полностью цифровая приборная панель. По центру здесь большой дисплей, на который выводится, естественно, в нарисованном виде шкала тахометра. Причем навевающая ассоциации с некими ретроавтомобилями. И цифровой спидометр посредине. Также дополнительная информация, касающаяся незакрытых дверей и каких-то сервисных сообщений. И индикация режима работы коробки передач. Слева у нас указатель температуры охлаждающей жидкости цифровой. То же самое касается и указателя уровня топлива. Приборка отлично читается, видна при любом положении рулевого колеса. И не вызывает раздражение своей цветовой палитрой. Отличительной чертой максимальной комплектации Prestige, которую в данном случае мы и с вами и обозреваем, является наличие здесь проекции на лобовое стекло. Туда выводится информация о скорости движения, шкала тахометра и режим работы коробки передач. А также опционально компас. Что касается посадки за рулем, при росте 1,86 м я быстро подобрал для себя удобное положение. Кресла здесь имеют ярко выраженную боковую поддержку. По большей части на спинке, но частичные на подушке сидения тоже. Хотя нижняя часть кресла пошире. Они имеют кожаную отделку и снабжены подогревами. А также в случае с нашей комплектацией электрическими регулировками. Причем у водителя есть еще и память на два положения. Диапазон регулировки водительского кресла здесь достаточно большой. Если я отодвинусь до упора назад и опущу сидение вниз, то я свободно могу выпрямить левую ногу в колене. И едва касаться носком, натянутым носком моторного щита. Что касается регулировки рулевой колонки, здесь она механическая. Зато регулируется она в двух плоскостях. По вылету и по наклону. И диапазон регулировки достаточно большой. Кстати, как уже упоминалось, даже в нижнем положении руля обод не перекрывает приборную панель. Что касается рулевого колеса. Руль здесь надо отметить удобный. Имеет кожаную отделку, абсолютно не скользкий. Кстати, оснащен подогревом, который включается отдельной клавишей на правой стороне руля. Подрулевые переключатели в данном случае находятся на своих местах. Пользоваться ими достаточно удобно. Тянуться к ним не приходится. С левой стороны на дверной карте у вас абсолютно стандартный блок стеклоподъемников. Правда, кнопочки здесь чуть меньше по размеру, чем мы привыкли на большинстве современных машин. Здесь же клавиша управления центральным замком, боковыми зеркалами и память сидения. Рядом с ручкой открывания двери. Слева внизу у нас клавиша управления проекцией. Это само открытие панельки проекции. И регулировка высоты изображения в ней, в зависимости от вашей посадки. Также здесь клавиша включения-выключения парктроников, включения-выключения подогрева лобового стекла. Кнопка открывания багажника на рулевом колесе. Левая сторона занята клавишами управления мультимедийной системой и бортовым компьютером. Здесь же кнопки управления телефоном, которые можно подключить к штатной мультимедиа через Bluetooth. С правой стороны клавиша переключения режимов отображения дисплея проекции, клавиша включения-выключения подогрева руля и круиз-контроль, который в данном случае может работать еще и как ограничитель скорости. Что удобно при движении в городе, если вы не хотите собирать штрафы с камер. У этого автомобиля, естественно, бесключевой доступ. Заводится он с кнопки. Мультимедийная система в данном случае это полностью сенсорный большой дисплей. Автомобиль оснащен системой навигации. Она, кстати говоря, работает, поскольку машина дилерская. Здесь же управление аудиосистемой, телефоном. И отдельно можно вывести на монитор панель управления климат-контролем. Управлять климатом можно как при помощи сенсорных клавиш, так, собственно, и при помощи кнопок физических, которые расположены на панели ниже. Климат здесь двузонный. Температура регулируется удобными поворотными рукоятками. Скорость вращения вентилятора можно менять при помощи физических клавиш. В целом они тактильно различимы и можно управляться с этим климатом, даже не отвлекаясь от вождения. Боковые зеркала по традиции Honda имеют подогрев и включается он одновременно с включением подогрева заднего стекла. Под круглыми ручками управления температурой располагаются кнопки подогрева передних сидений, которые имеют три режима интенсивности. Селектор коробки передач здесь с прямой прорезью, с кнопкой блокировки в целом довольно привычный. Слева от него располагается клавиша включения-выключения электрического стояночного тормоза и клавиша включения-выключения режима Break Hold. Когда автомобиль удерживается на месте рабочими тормозами, при отпущенной педали тормоза удобно при движении в пробках. Машина тронется только после того, как вы нажмете педаль газа. Справа от селектора кнопка включения-выключения экономичного режима. Что касается бардачков, подстаканников и прочих мест для хранения, у 5-й ЦРВ с этим на самом деле порядок. Есть небольшая полочка рядом с 12-ти вольтовой розеткой внизу центральной консоли, здесь же два подстаканника и еще одна дополнительная полка, куда удобно бросить, например, мобильный телефон. Центральный бокс внутри довольно большой по объему, а панелька, служащая полкой, может двигаться назад-вперед или вообще быть отсюда убранной. Тогда вы получите просто большой глубокий карман. Основной бардачок у ЦРВ 5-й генерации не очень крупный по объему, но документация формата А4, сложенная вдвое, очки, перчатки и так далее, вы здесь разместите. На потолке, кстати, для очков предусмотрен отдельный футляр. И, как мы помним по предыдущим поколениям Хонды ЦРВ, здесь же присутствует панорамное зеркало для наблюдения за детьми на заднем сидении. Внизу дверных карт у этой ЦРВ есть карман длиной примерно в половину двери, внутри которого присутствует отдельное место для бутылки с напитком. Что касается обзорности у этой ЦРВ по сравнению с предыдущим кузовом, если брать для сравнения третье поколение, то с обзорностью вперед здесь стало посложнее. Тут более широкие передние стойки и высокая линия лобового стекла. Капот видимый, но это касается его боковых краев. Передний край все равно придется выучить наизусть. Линия бокового стекления здесь абсолютно стандартная, средняя каких-то вопросов по обзорности по сторонам тут нет. Ощущение нахождения в бункере также не складывается. Боковые зеркала довольно большие по площади, они информативные, и маневрировать с ними в потоке будет несложно. Маневрирование в потоке облегчает еще и дополнительная камера в правом зеркале, которая показывает вам, что происходит за автомобилем. Что касается заднего сидения 5-й ЦРВ, в данном случае я сижу сам за собой. Мой рост 1,86 м и до спинки переднего кресла сантиметров 8 от моих колен. В целом посадка удобная, стоит особенно отметить большое количество места для ступней под передними сидениями. Пол у автомобиля также практически ровный, практически потому что минимальный по высоте тоннель здесь все же присутствует, но размещению третьего пассажира он мешать не будет. Кстати, само заднее сидение практически полностью плоское, в отличие от переднего. Спинка имеет несколько вариантов регулировки по наклону. В данном случае это максимально отклоненное назад положение. Здесь есть, естественно, крепление для детских кресел типа Isofix и есть центральный подлокотник с двумя подстаканниками. Он, кстати говоря, весьма удобен. В данной комплектации задние сидения тоже подогреваются. Подогревы включаются отдельными кнопочками на подлокотниках. Ну а что касается удобств для задних пассажиров, то им полагается каждому по одной USB-розетке для зарядки мобильных устройств, дефлекторы вентиляции и плафон освещения. Ну а внизу дверной карты также располагается кармашек, куда можно поставить какую-то мелочь. Ну, либо бутылку с напитком. Что касается силовых агрегатов ЦРВ пятого поколения. На нашем рынке официально не предлагался самый маленький по объему и по совместительству самый мощный двигатель. Полуторалитровый L15BE. Этот двигатель представляет собой рядную четверку с цепным приводом ГРМ, с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива. 190 лошадиных сил и 240 ньютонометров крутящего момента. Неплохие показатели. Мотор экономичный и весьма шустрый. Подобными двигателями комплектуются также аккорды и цивики, преимущественно для американского рынка. На российский рынок же предлагались атмосферные проверенные временем варианты. Двухлитровый двигатель выдавал 150 лошадиных сил и 189 ньютонометров крутящего. Его индекс R20A9. Данный двигатель перекочевал под капот пятого поколения прямиком с четвертого. Это хорошо зарекомендовавший себя в плане надежности агрегат, чей практический потолок лежит за пределами 350 тысяч километров пробега. С двухлитровым мотором Honda CR-V пятой генерации разгоняется с нуля до сотни за 12 секунд. С двигателем 2,4 максимальным в линейке атмосферником она делает это пошустрее за 10,3. Индекс такого мотора К24W1. И этот двигатель перекочевал под капот CR-V опять же с Honda Accord. Такой мотор выдает 186 лошадиных сил и 244 ньютонометра крутящего момента. Версия W1 это эволюция К24, который вы могли встретить еще на старых Honda. Рядная четверка, цепной привод ГРМ, отсутствие гидрокомпенсатора. То есть клапана нужно регулировать по регламенту раз в 40 тысяч километров, ну а по факту по симптомам, которые как правило выражаются в шумной работе мотора. Никаких толкателей, шайб и прочего для данной процедуры вам не понадобится. Регулировка выполняется при помощи инструмента. Однако эволюционные изменения К24W в его современной ипостаси включили в себя, например, разворот ГБЦ на 180 градусов. Теперь выпускной коллектор у нас находится спереди, а впускной сзади. Также этот двигатель относится к серии моторов Earth Dreams и предполагает наличие здесь прямого впрыска топлива. Что касается надежности таких моторов, то она здесь также отличная. Да, двигатель любит 95-й бензин хорошего качества, но по большому счету его ресурс при нормальном обслуживании перевалит за 300-350 тысяч километров пробега практически железно. Что касается вариаторной коробки, которую Honda устанавливает на это поколение CR-V, а никаких классических автоматов здесь уже не предлагается, то это трансмиссия собственной разработки. Компания Honda не покупала ее у стороннего производителя, сделали сами и получилось на самом деле удачно. Данный вариатор имеет плюс-минус классическую конструкцию и требует замены рабочей жидкости раз в 40-45 тысяч километров. Не перегревайте коробку и не пренебрегайте обслуживанием. В этом случае рассчитывайте на ресурс 250 тысяч километров плюс. Ну а перед тем, как посмотреть на 5-й CR-V снизу на подъемнике, давайте поговорим про дорожный просвет. Каталожное значение для российских автомобилей 208 миллиметров вооруженной рулеткой. Проверим, так ли это на самом деле. Самая низкая точка у этого автомобиля находится под защитой моторного отсека. И до нее от асфальта 17,5 сантиметров. Передний бампер находится повыше, в 21 сантиметре от асфальта. Расстояние до поддомкратника за передним колесом 24 сантиметра. А вот до войлочной защиты на днище всего 18. Такое же значение имеет и расстояние между поверхностью земли и задним брызговиком. А вот до заднего бампера 27 сантиметров. По меркам кроссоверов клиренс у Honda CR-V 5-го поколения плюс-минус стандартный. Что касается ходовой части, то здесь компания Honda не оригинальничала и не стала изобретать. Велосипед, передняя подвеска типа Макферсон, шаровые опоры в рычагах крепятся болтами. Так что при необходимости ее вы можете заменить на оригинал без демонтажа самого рычага. Кстати, сайлентблоки весьма внушительного размера. Пробег автомобиля 129 тысяч километров. И здесь едва-едва видны очень-очень мелкие трещинки. Так что сайлентблоки еще свое походят. Что касается стабилизатора поперечной устойчивости, здесь он крепится на подрамнике сверху. И при желании к его креплению подобраться можно. Пусть это и не будет слишком легко. Рулевая рейка в данном случае электрическая. И вот по ее ресурсу есть определенные моменты. Так что если вы смотрите подобную машину, проверяйте рейку на предмет отсутствия люфта и стука обязательно. И по возможности постарайтесь не злоупотреблять быстрой ездой по пересеченной местности. Что касается антикоррозийной защиты, то в данном случае мы видим на кузове ее практически нет. Даже привычного шованого герметика во многих местах мы тут не видим. Следовые количества антикора нанесены на днище только ближе к порогам. И на самих порогах тоже. Правда при этом надо отметить, что на автомобиле 2017 года выпуска мы видим очень поверхностный налет. Разве что на элементах подвески. А на самом кузове его нет. Видимо сказывается хорошее качество окраса на заводе. В задней части автомобиля мы видим топливный бак. Здесь он пластиковый и его объем 57 литров на месте и традиционный для автомобилей марки Honda кардановый ловитель. Полный привод у этого поколения уже подключается через обычную электрически управляемую муфту при необходимости. Задняя подвеска у этого автомобиля уже многорычажная. Здесь по три поперечных рычага и по одному большому продольному. Задний стабилизатор достаточно тонкий, но зато в хорошем доступе. Проблем с обслуживанием уже не будет. Тормоза здесь в круг дисковые. Ну а стояночный тормоз, как уже упоминалось, приводится в действие при помощи электромоторов. Что касается антикора, то в задней части автомобиля ситуация принципиально не изменилась. Так что если вы планируете такую машину на долгий период эксплуатации, крайне рекомендуем озаботиться дополнительной антикоррозийной обработкой. В сравнении со стоимостью самого такого автомобиля обработка антикором не будет выглядеть как сверх затратная операция. Таким мы увидели сегодня автомобиль Honda CR-V пятого поколения в кузове RV. Если у вас была или есть такая машина, на которой вы проехали не одну сотню тысяч километров, и вам есть в чем нас дополнить и в чем поправить, пропишите все это в комментариях. Людям, которые думают купить или не купить такой автомобиль, ваш комментарий может помочь определиться с выбором. Ну а если вас заинтересовал конкретный экземпляр, который оказался сегодня на нашем подъемнике, напоминаем, что это 2017 год, 2.4 в максимальной комплектации Prestige. Дилерский автомобиль с родным пробегом 129 тысяч километров. Есть приличный шанс, что к моменту публикации видео автомобиль все еще будет находиться в продаже в компании RDM Import в городе Новосибирске. Всю интересующую вас дополнительную информацию по машине, включая актуальную стоимость, уточняйте по телефону, который указан в описании под видеороликом. На нем же есть WhatsApp, поэтому пишите, звоните, задавайте вопросы. Если обзор понравился, оказался полезен, не забывайте поставить лайк и подписаться на канал. На этом я с вами прощаюсь, удачного вам дня и спасибо за просмотр. Пока!